Здравствуйте, дорогие ребята! На сегодняшнем занятии мы с вами познакомимся с Индией, страной чудес. Думая об Индии, мы рисуем в своем воображении живописные картины. Сказочные шелка, сари, национальные наряды, яркие головные уборы, завораживающие танцы. Необычайные коллекции украшений, расшитые золотом, роскошные ковры ручной работы. Но сегодня мы будем рисовать одно из самых больших животных на планете. Чтобы узнать, что это за животное, нужно отгадать загадку. Серый, толстый великан, нос, как будто длинный кран. На спине прокатен он озорной, ушастый, правильно, слон. Слон травоядный, употребляет в пищу различные листья, траву, ветки, корни и плоды фруктов. В азиатских странах и Африке живут люди, которые смогли приучить слона. Его используют как транспорт и даже играют на слонах в футбол. Сегодня мы научимся рисовать слона цветными карандашами. А начнем свой рисунок, как всегда, с капельки. С капельки с хвостиком, из которого сделаем хобот нашему слоненку. Затем нарисуем туловище, похожее на овал. И ушки, похожие на самую обычную юбочку. Линии, которые не видны или которые не получились, мы можем убрать с помощью ластика. Нарисуем ноги слоненку, сделаем их потолще. Затем нарисуем обычный круг и реснички, ротик и бивни. Из обычной палочки и кисточки сделаем хвостик. Наш слоненок не обычный слоненок. Он артист цирка. И нам нужно его приодеть. Для этого нарисуем на спине накидку, а на голове шапочку. Накидку украсим бубончиками. Для этого сначала нарисуем кружочки, а затем кисточки. А шапочку украсим пока фонтанчиком. Затем возьмем серый карандаш и начнем аккуратно раскрашивать слоненка. Слоны удивительные и крупные животные. В одиночестве слон не может жить, ему необходимо общение со своими сородичами. Как ребенок человека держится за руку матери, так и слоненок держится хоботом за слониху. У слонов отличная память. Они узнают своих родственников и собратьев даже после очень долгой разлуки. А запричиненные им обиды могут отомстить даже спустя несколько десятков лет. Но и доброту никогда не забудут. Помимо отличной памяти, слоны обладают хорошим слухом и мышлением. Они могут различать мелодии и ноты. Слоны – отличные ловкачи. Их можно увидеть в цирке. Мы возьмем цветные карандаши поярче и начнем разрисовывать накидку и шапочку. Все, что необходимо слону, он делает своим хоботом. Например, кушает, срывает листья, поднимает различные предметы, поливается. Известны случаи, когда слоны рисовали или открывали ключом навесные замки. Питаются слоны всевозможными листьями, ветками и корнями. Могут съедать более 400 килограммов растительности за день и выпивать до 200 литров воды. Средний вес слона 5 тонн. Однако, ходят они очень тихо. Вы даже не заметите, если к вам сзади спокойно подойдет слон. А знаете почему? А потому что подушечка стопы слона похожа по мягкости на перьевую подушку. И спят слоны всего 4 часа в сутки. Все взрослые слоны спят стоя, сбиваются в кучи, облокотившись друг на друга. А если слон старый и у него большие бивни, то он их кладет прямо на дерево. А вот детеныши слонов могут заваливаться на бок, так и спать. Что они успешно собственно и делают. Однако, с возрастом эта привычка у них почему-то проходит. А еще слоны отлично плавают, выставляют свой хобот из воды и погружаются на глубину. А вот для того, чтобы наш слоненок получился еще красивее, мы можем сделать, добавить ему объем. Для этого мы еще раз проведем серым карандашом в определенных местах, на ушках, на туловище, на ножках с одной стороны и на мордочке. А на хоботе сделаем складки. Африканский слон признан самым крупным млекопитающим, который обитает на земле. А вот наш слоненок вышел погулять после выступления по зеленой травке. Ну и давайте пусть он что-то найдет. Например, цветочек. А лепестки у цветка тоже похожи на капельки. А вот найдет слоненок цветок непростой, а тот, который исполнит любое желание. Это будет цветик семицветик. Ну так как у нас шесть лепестков, нам придется добавить цветочку еще один лепесток. И тогда он станет настоящим цветиком, семицветиком. Посмотрите, какой замечательный, добрый получился у нас слоненок. Мы можем добавить ему черным карандашом небольшие черточки линии, которые могут его украсить, обвести реснички, бивни, ушки. Дорогие ребята, желаю вам огромного вдохновения. Пусть ваш талант растет с каждой капелькой мастерства. До новых встреч, мои юные художники! молодые developing у мастерства. Будету увидеть, мастерства. линия, 절�ш MX